Успеваю отдохнуть и... В книжках ничего умного про это не написано. Все ждут от меня информации. Давай! Ладно, следите, а я буду работать. Честно скажу, смена рода деятельности это самый правильный вариант. Но! Я хотел его сменить на эти выходные. Думал заняться отмосткой. Посмотрите, какой офигенный прогноз у нас на выходные. Будем с вами делать потолки и штукатурку стен. Хоть у меня за плечами уже не одна сотня квадратных метров от штукатуренной поверхности, работа с бетонной стеной для меня в диковинку. Первое, что хочу очень поблагодарить того зрителя, который написал, о том, что надо в раствор добавлять немного клея для пеноблока или клея для кафеля. Это очень пригодилось и действительно раствор клеится намного лучше. Это супер. А вторая тема по поводу того, что я устал, друзья. Забудьте об этом. Это было просто, я не знаю, я даже на это внимание не уделял, когда снимал видос. Так просто получилось как-то, ну, фраза. Она зацепила многих, и все сразу увидели во мне усталость. Это не так на самом деле. Я очень хорошо отдыхаю, и все в порядке. Работаешь, а уже в мечтах, каких-то мыслях ты понимаешь, что здесь будет, и это очень сильно поднимает боевой дух. Наверное, я не всем рассказывал, когда с вами делился такими душевными моментами и порой вырезал их с монтажа, чтобы это, ну, не выглядело как-то слишком сентиментально. А сейчас я постараюсь объяснить это вкратце. Друзья, у меня есть дедушка, был дедушка, но он есть в моей душе. Это тот человек, которому я очень сильно благодарен. Дал мне очень многое и генами, и по жизни, и так далее. Закончил войну в Австрии. Будучи летчиком-радистом, после войны он начал научную деятельность и дослужился до профессора академии, а также получил очень много научных званий. Был пчеловодом, потомственным пчеловодом, который и привил мне навыки пчеловодства. И тут так спонтанненькая рекламка на наш пчеловодческий ресурс, друзья. Скоро пойдет новый мед. Нет, давайте не будем сейчас в этом... Я не хотел вам рекламу сейчас вставлять в такой сентиментальный и приятный момент. У меня вам на глазах слезы наворачиваются. Ближе к сути, смотрите, вот эта стена. Конечно, она в бильярдной, это не совсем то, но... Но она будет не пошло отделана, и это будет очень классно смотреться. В этой стороне я хочу поставить типа такого стеклянного шкафа, в котором будет висеть китель моего деда и гармонь, с которой он прошел всю войну. С 41 по 45 год привез ее сюда, и она до сих пор сохранилась. Я даже какую-то мелодию на ней научился играть. И для меня это какая-то семейная реликвия, семейная ценность. И отсюда пойдет генеалогическое древо в виде 3D-панели какой-то. Не знаю, как это будет, но хочу сделать это прикольно. Ну, прикольно я в хорошем смысле этого слова. Потому что свое генеалогическое древо я знаю до седьмого колена. И думаю, как память, это будет просто хорошо. У этой стены очень большие расстояния, вы видели, поэтому мне пришлось ее сначала забутить. Так называемое понятие набрызг. То есть я накидал сюда раствор примерно 1 к 2 цемента с песком. Добавил сюда, так же, как мне посоветовали, клея для пеноблока. И это все очень хорошо держится. Теперь мы ждем, когда это немножко схватится, и начну уже накидывать раствор. А у той стены у меня расстояние вообще небольшое, поэтому я могу уже смело сейчас просто чуть ли не намазывать раствор. Там всего лишь около 8-10 миллиметров. Ну, там в углу побольше, а вот дальше по стене пойдет прям вообще вровень. Поэтому дальнюю стену я сегодня точно сделаю. Прям думаю, сделаю. А это я набросаю, и мы потихоньку с вами пойдем. Вот. Ладно, следите, а я буду работать. Вспоминается, когда я только постигал азы штукатурного дела. Броски были такие неумелые, кутеляпые, нелепые. На мой взгляд, сегодня я делаю это уже профессионально. Заметил, что снимать раствор, который нанесен толщиной менее 1 сантиметра, крайне неудобно. То и дело, он стремится сползти с бетонной стены. Поэтому я вывел формулу. Начинаю подрезать слой только после того, как раствор немножко сядет. Благодаря вашим комментариям, сегодня я использую новую формулу замешивания раствора. Это две части речного промытого песка, одна часть суглинка, одна часть клея для керамогранита, один цемент и вода по вкусу. И действительно, раствор, в который добавляется клей, просто классно клеится. Мне понравилось. Спасибо большое еще раз за совет. И никакого пластификатора. Так как клей полностью заменяет его функции. При правильном нанесении раствора, он не сползает и ведет себя очень даже прилично. А тем временем, что там делает у нас Евгения? Сейчас посмотрим. Алексеевна? Ну, что за Алексеевну? Ладно, расскажи, что делаешь. Так, намажу. А нет, знаешь, как ты должна вот так показать в бок, вот так пальчиком сказать? Вот в этом видео можете посмотреть. В этом видео можно посмотреть, что я делаю. Так, это пароизоляция. Мы сегодня еще после штукатурочки, если не устанем, то, во-первых, надо в гофру металлическую вот эту затянуть, потому что здесь могут лазить мыши, и чтобы все сеткой не натягивать, мы лучше вот это спасем. И второе, мы натянем сегодня потолок, пароизоляцию. И надо еще вон там поставить вытяжку фильтра, этот боковой кривунок. Так, ты уже натянула, я смотрю, эту полоску, поэтому у нас уже есть хорошее крепление. Нам останется только все это скотчем пробежать, но в принципе работы вообще немного. Кстати, друзья, вот у меня вопрос такой к вам. Подскажите, кто уже делал такие потолки. Мыши в этом доме мне не страшны, потому что дом бетонный, да нет, кот в потолок не залезет, а в этом доме очень много бетонных перекрытий. Но есть один момент плохой. Дом будет утепляться с вентфасадом, и вот как раз по этому вентфасаду мышь очень смело может добраться до кровли. Делать ей там, конечно, нечего, но там тепло и хорошо зимой, поэтому она смело может туда зайти и там начать гнездовать. Вот, и вопрос с этим связанный. Она же захочет в тепло, и она может прогрызть пароизоляцию и так далее. У меня была одна мысль, а может быть мне до пароизоляции натянуть здесь сетку, которая ЦПС, ну для штукатурки, которую она точно не разгрызет, или так никто не делает? А если так кто-то делает, напишите, будем вот так делать. Потому что я знаю, что в каркасных домах, если фундамент буронабивной или он на винтовых сваях, то там натягивают в перекрытие пола эту сетку, чтобы мыши не лезли. Как с потолком дела обстоят, я не в курсе. В книжках ничего умного про это не написано. Поэтому мне интересно больше, кто с практической стороны этим занимался. Сколько же лишних сил мы теряли, когда поднимали ведра на второй этаж. И как же сейчас здорово принимать их через окно в подвал. Это очень упрощает нашу работу, делая ее приятной. Когда смотришь на маяк, который выпирает от стены всего лишь на один сантиметр, настроение поднимается. Такие стены штукатурить одно удовольствие. Дочь предложила показать весь масштаб проделанной мною работы через вот такой режиссерский ход. Оцените, пожалуйста, комментарием или лайком. Ей будет приятно. А мне тем более. Стройка стройкой, но нужно и ландшафту внимания уделить. Тут мне Женя предложил одну замечательную идею, которая долгое время нас тревожила. Так, ну надо объяснить, зачем мы здесь. Мы делали дорогу, после нее осталось много гравия ненужного. У нас есть проблема выхода из баньки. После баньки у нас ноги постоянно в песке. Мы решили сделать пока дорожку, отщебенить ее халявным колхозным гравием. После того, как я сказал, что деток отвезу обратно на тачке домой, энтузиазм по насыпанию камней у них заметно увеличился. Как там выражение? Бешеные собаки и стой верстник рюк. И это после 8 часов штукатурки. Пусть стройкой занимаются мужчины, а постигать азы ландшафтного дизайна буду я. Вода и песок сделают свое дело. Дорожка станет монолитной. За годы строительства на границе участков появилось много хлама. И уже подошла необходимость этот хлам пересортировать. Так, ну вы сами хотели разнообразного контента, друзья. Жена сказала, говорит, давай мы сейчас быстренько приберемся за часик и все, и в баньку пойдем. Сходили мы в баню. Уже, наверное, полтора часа мы тут возимся. Дети вам пошли у нас купаться. Вот эту штуку, кстати, я хочу использовать под отмостку. Будет нормальная гидроизоляция, но дополнительно еще вот такая баннерная помощь. Мне так кажется, будет прикольно. Ну, то есть, полезно. Какая произошла беда. Я сегодня думал, что я все сделаю в ноль. Уже будет все классно. Ну, то есть, усталости как бы нет такой особой. Нормально все шло. Но работая вот с этой стеной, у меня просто почувствовал, что вот в этом месте от накидывания у меня начало болеть. Я думаю, ну, сейчас пройдет. Нет, не прошло. Накидывал, накидывал. И, короче, вообще перестало. Ну, то есть, стало тяжело работать. В итоге я пока остановился. Сейчас мы пойдем с Женькой сделаем потолки в детских комнатах. Пойдемте. Первое, что хочу сказать, и благодаря вашим комментариям мы наконец-то разобрались, друзья, шероховатой стороной внутрь комнаты. Для чего? В простых комнатах это не так важно, но если у вас это влажная комната, типа санузла или бани, то на этой самой шероховатой поверхности, как мы выяснили, будет формироваться конденсат. Конечно же, такого не будет в комнатах, но тем не менее. Поэтому мы пришли к такому выводу. Если вы используете пароизоляцию типа альфа-барьеры в жилой комнате, то сторона не особо важна. Если комната влажная, то лучше всего шероховатой стороной внутрь. Ни в коем случае ничего не рекламирую, но скажу, что мне очень понравилось работать с целлофоном. Отлично все как бы, но мне надо перенести козла. Козла. Он хорошо ложится, к нему отлично клеится скотч, в отличие от тканной пароизоляции. Читаемость бренда из комнаты – яркий показатель того, что вы делаете все правильно. Если среди наших зрителей есть представители компании Технониколь, пожалуйста. Передайте руководству, что вы делаете годный материал. На потолке осталось еще много свободного места. Это место для вашей рекламы. Не прошло и двух часов, как с первой комнатой мы закончили. Передвигаемся в комнату дочери. Очень ответственный шаг. По-моему, получается очень даже здорово. На этом этаже у нас 100 квадратов. В рулоне 70 метров. Нам его хватило на три комнаты. Коридор и две детские. На ванную и нашу комнату придется докупить. Отличный вариант чередования козлов для оптимизации рабочего процесса. Пока работал с этой штукой, набросало мне на кепку, во-первых. Во-вторых, начало чесаться шея. Поэтому я заметил и понял, насколько эта пароизоляция еще и помогает от того, чтобы мы не дышали стекловолокном, которое содержится в минеральной вате. Поэтому советую. Ну, реально стоящая вещь. Давай! Короче, банька супер. Просто супер. Я три раза прыгал. Завтра нам предстоит вот это все убрать. Ну, у нас завтра, у вас через минуту. За два дня мы наделали просто кучу хороших, полезных дел. Я дико извиняюсь, что в последнее время стал снимать вам какой-то сериал, потому как у меня разрываются движения и желания в разные стороны. Хотел делать отмостку. Тут погода не такая, поэтому пришлось опять штукатурить. Но я не пожалел, что я начал штукатурные работы. Сегодня мы натянули потолки, сделали вот эту стену. И начали сортировать дрова и прибираться на территорию. Я вам сейчас покажу, пойдемте. То есть дел просто, просто куча, которых мы провернули. Казалось бы, было не так уж и много времени, а тем, что меняли постоянно вариации работы, очень много чего сделали. Скоро я хочу поставить столбы и огородиться, потому что сосед мой решил продавать этот участок и не будет строить. В мечтах у меня завести собаку, поэтому она будет бегать, чтобы никому не мешать. Я решил вот таким образом пойти. Кину такой спойлер. То, что я говорил, какая-то будет давняя, долгая, нескорая мечта по строительству бассейна и бани. Наверное, я ударюсь в этом году, прям заморочусь и залью фундамент. Там уже, видите, он ровно прокопан с одной стороны, где машина, тут будет второй. И все-таки, скорее всего, заморочимся и начнем мы уже банно-прачечный комплекс формировать. Пойдемте на второй этаж. Вот тут сын у меня, сын тут летает. Так, не хватило скотча. Я срединедельно, наверное, приеду, привезу скотч, поставлю еще несколько плафонов, чтобы света было больше. И будет здорово. Вот это все надо протянуть, протянуть скотчем. Там уже двухсторонний скотч-то есть, осталось только просто армирующим сделать и все здорово. Так, в этой комнате у нас будет пока такая игровая детская, но здесь мы сделали все прям полностью и досконально. Вот такие, друзья, у нас получились хорошие выходные, продуктивные и, возможно, вам они будут интересны. На сегодня это все. Я сейчас пойду уже доприбираю вот эту всю красоту, которую там развалил. Вложу это все в пачки. Ну и, наверное, все. Поедем в город, съездим, посмотрим, что там творится. Я был очень рад поделиться с вами этим выпуском. До скорых встреч в следующую среду. Увидимся. Все, пока, пока я пошел работать.